Всем привет, с вами Андрей Вар. Ну что, Сникпик 28 сезона, и здесь вы видите уже танки. Соответственно, на двух машинных отделениях, как я и предсказывал, появились танки, но это не одни танки. На самом деле, разработчики пошли дальше и добавили еще прото-танки, и обо всем по порядку в этом Сникпике. Соответственно, нарвался на видос об дестрой, наконец-то, реально адекватный видос с прокачкой, с показыванием абсолютно всего, что будет. И, соответственно, два машинных отделения выглядят вот так. Как я и говорил, здесь будут горы, но плюс еще солдатики и плюс танки. Но, чтобы к тем вот этим танкам дойти, потому что я, на самом деле, думал, что танки будут вот здесь, и, соответственно, мы с них будем начинать. Но нет, разработчики все-таки пошли поумнее, и я даже знаю, почему я скажу, почему именно танки здесь в сторонке. Соответственно, для того, чтобы открыть танки, надо будет мины, надо будут солдатики, надо будет красный мин. И только после этого вы откроете танки. Но здесь вот здесь не видно, но дальше я вам покажу, что вот здесь еще на двух машинных отделениях появляются ружки. Прикиньте, я, по-моему, такого сезона не помню на моей памяти, можете в комментариях поправить, но ружек, по-моему, на двух машинных отделениях никогда не было. Вот здесь, на двух машинных отделениях открываются ружки. Ну, понятное дело, чтобы до них дойти, надо будет очень много всего подкрывать, но ружки на двух машинных отделениях. То есть, нет ни шоков, нет, ну, тут будут мины двух видов, будут ружки, будут пулики, будут пушки, будут снайперки. И нет ни шока, ничего, чтобы прикрыть. Не знаю, это будет, мне кажется, очень сложно играть на двух машинных отделениях. Соответственно, либо идти к танкам, либо открывать гор и пытаться идти дальше, вы будете решать сами. Я, в принципе, чуточку дальше, ну, хотя можно, наверное, и сейчас сказать. Смотрите, соответственно, танки нужны будут, почему? Потому что там появятся ружки. Каких-то других видов войск классных не будут. Вот здесь будут базуки, сейчас на трешке. Но, так как появятся ружки, если их прокачать на четвертый левел, то связка гора базуки будет очень сильно страдать. Но, вначале она, в принципе, будет достаточно дееспособна. Но потом, реально, может быть, вот эти обычные танки, в принципе, на трешке фуловой, на четверке, они выйдут вперед. Вот, и давайте чуточку, ну, дальше пройдем. Чтобы плюс-минус вы понимали, как тройка выглядит. Смотрите, танки, танки, прото-танки. И, ну, ладно, на самом деле я вначале было хотел, вот прям серьезно вам говорю, хотел в этом сезоне снова похвалить разрабов за то, что дали не просто танки, а дали прото-танки, дали еще прото-танки. А дальше там еще будут танки. Но это дерьмо. Критер-пушка, это один из самых худших прото-танк, нет, не один, самый худший прото-танк, потому что танки и ливень, и лазертроны гораздо лучше. Это вдруг, если бы подумали, что это лазертрон, нет, это не лазертрон, это замораживающий танк. А он был самым дерьмовым. Из последних, что появилось, даже хуже, чем прото-пушка. Может быть, его чуть-чуть подняли, но это не точно. На самом деле, я не видел его статистику, но в моих видосах он был самым-самым дерьмовым, ну, по сравнению с лазертронами. А я вначале подумал, что здесь лазертрон, и я обрадовался. Танков ливень вы не увидите, если вдруг вы думаете, вот что там, вот где-то вот дальше. Дальше вот там будут лазертрончики, нет, и танков ливень там нет, не будет ничего. Короче, трешка выглядит вот так. Здесь дальше уже будет переход на следующее машинное отделение, то есть появится плюс дополнительный ХП. Появятся базуки, вот именно к связке гора базуки. Плюс появится доктор Каван, и гора базуки становится, ну, чуть ли не идеальной связкой для того, чтобы побеждать на трешке, на четверке и вначале на пятерке. Потому что до этого вы не увидите никаких адекватных войск. По поводу этого, оно будет недееспособно, потому что появится огнемет, потому что будут ружки. Эти танки не смогут наплодить столько критеров, чтобы прям реально забирать. Эти танки, они вообще не способны, соответственно, пока остается связка гора базуки. Ну, может быть, вначале вообще горы просто, чисто соло горы. Потом гора базуки, потому что на двух, на трех нет шоковых мин, и горы смогут бегать. Плюс на трешке появится дополнительный вот этот шок. Ну, так что каждый решает для себя сам, но я плюс-минус озвучил, что я имею ввиду. Танки, они будут хороши, когда уже будет много-много дефа на трешке, на двушке. Они будут вообще ничего не будут чувствовать, на самом деле, по поводу ружек, по поводу даже пушек бум. Но все-таки будет скорость. Еще, я думаю, будет важна скорость сноса баз. Следующая четверка, ну, на тройке здесь еще будет хил дополнительный, плюс будет канонерка, которую можно будет открыть. Но, следующая четверка, здесь появятся войны, здесь появится прототип, здесь появится булит, ну, к которому, ну, мне кажется, сложновато будет идти. Здесь появятся бесполезные мехи, здесь появится шок, обстрельчик, да. Но самый короткий путь и, наверное, 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 самое адекватное, это вот так будет. Вот прям вот, вот прям вот так, вот так. Единственное, что, ну, хотел было сказать, что войны плюс дым что-то будут делать, но, мне кажется, уже на четверке, 4 машинных отделения, войны плюс дым, ну, сложновато будет пробежать. Хотя, чем черт не шутит, может быть, найдутся умельцы, которые смогут водить войнов под дымом и выдавать просто какие-то космические тайминги. Какой-то сверхзащиты, там, небесных щитов, шоковых мин, ничего такого нету, чтобы этих воинов останавливать. Но, наверное, самый оптимальный будет путь вот сюда, к 5 машинному отделению. Может быть, через заход, через обстрел, через заход здесь на прототипчик, возможно, через заход на шоковую установку. Но самый короткий путь, это прям реально сюда. Следующее 5 машинных отделений, и здесь появляется следующий танк, про который я говорил, это сжигатель. Ну, согласитесь, он все-таки относится к танку и все-таки подкрепляет то, что сезон не зря называется танки. Соответственно, на 5 машинном отделении появятся ищеки, но на 5 машинном отделении еще до ищек появятся шоковые мины. И, получается, на четверке реально еще можно будет чем-то бегать. Ну, например, как я и говорил, теми же горами, либо чисто зачисткой, либо торчиками. Потому что шоковых мин не будет, и что-то прям супер-мега останавливать не будет. Ну, посмотрим, на самом деле посмотрим. Короче, здесь появляется следующий танк, это сжигатели. Плюс здесь появляются ищейки, плюс здесь появляется следующий прототип, плюс здесь появляется арта. Соответственно, обстрел арта, дополнительная канонерка. В теории, одно машинное отделение можно сносить к канонерке, потому что к этому моменту будет только плюс одно ХП к стойкости здания. Соответственно, одно точно можно будет какое-то дальнее сносить. Дальше посмотрим по растам и немножечко порассуждать. Брик нет, потому что очень далеко, плюс она уже бесполезна на таких машинных отделениях. Риле она очень бесполезна. Это точно нет. Ну, на самом деле, я бы, наверное, может быть, пошел через низ, вот сюда, к этому шестому машинному отделению. Потому что это тоже нет. Когда-нибудь, в принципе, придется открывать урон, но плюс-минус, если очень быстро выйти в шестерочку, для того, чтобы открыть вертолеты, то это прям вот по низу через... Можно даже ищейки, может быть, не открывать. Просто сразу по низу в шесть машинных отделений. Соответственно, шестерочка. Снова следующие танки, наши обычные огневики. Это тоже танки. Это тоже, тоже танки. Соответственно, на этом сезоне разработчики нам дали возможность поиграть с пятью видами танков. На самом деле, кроме обычных танков, пятью самыми бесполезными видами танков. Потому что нет ни Лазертрона, ни Танка Ливи. Но зато пять танков. Когда, в каком сезоне было столько танков. Соответственно, здесь появится на шестом машинном отделении еще плюс одно ХП. Уже будет соточка. Здесь появится два вида вертов. Но, понятное дело, нам нужны вот эти. Здесь появятся дзиды. Если пройти по низу через Эверспарка, но 56 ключей, это не актуально, мне кажется. Гораздо проще это пройти вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Обмянув вот это и обмянув вот это. Потому что бесполезная херотень. А вот так будет, на самом деле, сам актуально. И потом вы, оп, спуститесь и за 38 дешенько откроете этих бомбардиров. Ну, плюс здесь прототип. И семерочка. Вот так выглядит. Здесь, кстати, два небесных щита будут третьего левела, если вдруг что. Плюс, ну, другие прототипы уже на выбор. Плюс урон, плюс скана, плюс урон зданием ДФ. Здесь появится плюс еще одно количество ХП. Кстати, ХПшки в этом сезоне будет очень много. По-моему, три штуки. Ну, либо две. Может, я ошибаюсь, может, две. Но, по-моему, там три штуки будет ХПшек. Так что ХП реально очень много будет. Соответственно, это по поводу дерева прокачки. Сейчас по поводу машинных отделений. Короче, два машинных отделения будут иметь вот такую зону высадки. Ну, наверное, сюда и сюда. И здесь будет все ограждено ДФом. Не знаю. Ну, то есть, здесь и здесь это, мне кажется, не актуально. Все-таки, наверное, здесь и здесь это будет максимально профитно. Особенно, когда появятся ружки. Просто их размещаете тут, две, например, тут, две. Они просто херячат нон-стоп. И, соответственно, гором будет очень сложно пробегать. Может, не так. Может, как-то по-другому будет располагаться. Мне просто сложно предугадать. И я на двух машинных отделениях особо играть не буду. Следующая троечка. И здесь уже я буду играть. Соответственно, буду горы либо базуки. И получается две высадки. То есть, либо горы базуки идут отсюда по чуть-чуть. И отсюда. Либо горы просто бегут вот так, зачищая машинное отделение. Вполне возможно, одно будет здесь. Где-то вот спрятано. Для того, чтобы... Ну, сюда надо было как-то проблемно забежать. Одно будет где-нибудь здесь подальше. Или даже вот здесь. И вот здесь. Плюс-минус. Ну, чтобы максимально. То есть, одно здесь, одно здесь, одно здесь. Для того, чтобы если горами бегать, приходилось очень сложно. Для того, чтобы если базуками идти, чтобы надо было вот это прям все вот здесь расчищать. И только потом гора базуками заходить. Ну, в других видах войск. Ну, критер-пушка это. Ну, не знаю. Посмотрим. Мне что-то кажется, что не столько она сможет наплодить критеров для того, чтобы они могли забирать эти базы. Плюс тайминг. Еще раз говорю. Тайминг будет очень плохой. Замораживающие танки, то они, мне кажется, вообще ни на что будут не способны. Обычными танками вообще вы проблем не испытаете. Потому что вы просто их высадили. И здесь высадили. Они просто пошли, пошли, пошли. Еще доктора Кавана, например, сюда 6. Сюда 2, если здесь стоит. Плюс доктора Кавана, например, сюда. Он высадил солдатиков для разогрева. Так, значит, для отвлечения. И все. И оно пошло все зачищаться. Ну, 3 машинных отделений выглядит вот так. Так, четверочку вот здесь можно посмотреть. Четверочка будет выглядеть вот так. Так, соответственно, здесь, здесь это как минимум 2 машинных отделения будет располагаться. Может быть, даже прям 3. Ну, может быть, одно второе. Одно где-нибудь здесь. И одно где-нибудь здесь. Ну, чтобы реально очень долго. Максимально корявая раста. Реально максимально корявая. То есть, непонятно чем брать. К тому моменту ничего толкового еще не будет. Ну, то есть, придется реально гора базуками что-то бегать и пытаться забирать. Здесь обязательно будут 2 машинных отделений. Потому что на четверке появляется обстрел. И все, если здесь одно только разместить, все смогут это одно забирать с обстрела. Ну, и, грубо говоря, если раз, два и три, то три близенько. То есть, здесь минимум 2. Может быть, даже 3. Ну, наверное, 2 все-таки. Одно здесь. Одно где-нибудь здесь поближе. И два будут просто тупо растянуты. Соответственно, это четверка. 5 машинных отделений будет выглядеть с такой огромной высадкой. Здесь уже появятся ищейки. Но уже появятся и шоковые мин. Соответственно, раз, два, три, четыре. И где-нибудь, возможно, пять плюс-минус. Как-то так будет располагаться. Ну, либо здесь и здесь, и здесь три штуки. Либо здесь два и плюс еще здесь одно. Ну, на самом деле, тоже такая прикольная высадка. И к тому моменту у нас не будет еще ни бомбардиров, ни вертолетов. Чтобы можно было как-то летать. Соответственно, горы Базуки вполне возможно тоже где-то еще будут до сих пор тащить. Либо ищейки. Ну, торы уже точно нет. Торы какие? Какие торы? К чертям собачьим. Шестерка. Вот такую будет огромнейшую высадку имеет. Но уже здесь даже гадать даже не буду, если честно. Потому что появятся вертолеты, появятся бомбардиры. Здесь, ну, на самом деле уже реально сложно что-то предположить. Семерка будет выглядеть вот так. А, ну, здесь нет дырки. То есть, максимально свободное пространство для высадки, для маневров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь зашкериться, наверное, не получится. Хотя, чем черт не шутит. Может быть, одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не знаю, если честно. Короче, семь машинных отделений выглядит вот так. Если вам данный видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока.